Возглавляла Британию 70 лет, как будут прощаться с королевой Елизаветой. Королева Великобритании Елизавета II занимала британский престол с 1952 года и правила в течение 70 лет. Сегодня после сообщения о ее смерти страна погрузилась в траур. РБК Украина разбиралась с процедурой прощания с монархом и тем, что ждет британцев в ближайшие дни. Операция «Лондонский мост». Условный план траурных мероприятий в Британии после смерти королевы Елизаветы II называется операция «Лондонский мост». Его подготовили еще в 1960-х годах и с тех пор. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Постоянно обновляли. Он включает в себя действия правительства, англиканской церкви, полиции, армии, СМИ, столичной администрации и лондонского транспорта. Полностью этот план был рассекречен в 2021 году. Операция «Лондонский мост» расписана на 10 дней, от смерти королевы до ее похорон. Ди-дэй, день смерти королевы. В течение нескольких минут о смерти Елизаветы II по специальным каналам связи проинформируют премьер-министра, секретаря правительства и самых высокопоставленных министров и чиновников. В течение 10 минут должны быть приспущены флаги на Дуайт-Холлом, улица от парламента в Лондоне до Трафальгарской площади. Затем королевская семья выпустит официальное публичное уведомление. Парламент Великобритании и автономные законодательные органы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии немедленно прекратят работу. Главная страница на сайте королевской семьи должна выпустить короткое заявление о смерти. Королевы, на всех сайтах государственных ведомств и страницах в соцсетях появятся черные баннеры. Первым с обращением к нации должен выступить премьер-министр, и Ли Страс уже сделала это. Будет объявлена общенациональная минута молчания. Затем пройдет встреча премьера с новым королем Чарльзом Ай-Ай-Ай, после чего тот тоже выступит с обращением. В первый же день пройдет панихида в соборе Святого Павла в центре Лондона. В ней примут участие премьер и небольшое число. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Высокопоставленных министров. В самой стране день смерти королевы будет называться Ди-Дей, каждый последующий, Ди-Дей плюс один, Ди-Дей плюс два и так далее. Ди-Дей плюс один. В десять часов, ровно во дворце Сент-Джеймс, соберется специальный совет, который объявит Чарльза новым сувереном. Мероприятие пройдя. Также соберется парламент, чтобы согласовать послание соболезнования. Все другие парламентские дела будут приостановлены на десять дней. В пятнадцать часов тридцать минут премьер и кабинет министров проведут аудиенцию. У нового короля. Ди-Дей плюс два. Гроб королевы должен уже находиться в Букингемском дворце. Так как она умерла в замке Балморал, то активируется операция единорог, то есть ее тело должны доставить королевским поездом, если это возможно. В противном случае будет запущена операция надзор, перевозка тела самолетом. Ди-Дей плюс три. Утром король Чарльз будет принимать соболезнования в Вестминстере. Во второй половине дня он отправится в турне по Соединенному Королевству, которое начнется с посещения шотландского парламента и службы в соборе святого Джайлса в Эдинбурге. Ди-Дей плюс четыре. Чарльз должен прибыть в Северную Ирландию, где примет очередное соболезнование в замке Хилсборо и посетит службу в соборе святой Анны в Белфасте. Также в Лондоне пройдет репетиция операции Лев, перенос гроба из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец. Ди-Дей плюс пять. Шествие от Букингемского дворца до Вестминстерского дворца пройдет по маршруту. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Через Лондон. После прибытия гроба в Вестминстерском зале состоится служба. С Ди-Дей плюс шесть до Ди-Дей плюс девять. Тело Елизаветы Второй будет находиться в Вестминстерском дворце в течение трех дней. Гроб с ней в центре Вестминстер Холла будет доступен для публики двадцать три часа в сутки. Будут также билеты для Ви-Ай-Пи-персон. В день Ди-Дей плюс шесть пройдет репетиция похоронной процессии. В день Ди-Дей плюс семь король Чарльз отправится в Уэльс, чтобы принять соболезнования в местном парламенте и посетить службу. В Лиандавском соборе в Кардифе. МИД должен организовать прибытие глав иностранных государств и высокопоставленных лиц. Министерство транспорта и внутренних дел опасаются, что потенциально на прощание с королевой в Лондон сразу могут ринуться сотни тысяч человек. Ди-Дей плюс десять. День похорон станет днем национального траура, он выпадает на следующее воскресенье, восемнадцатого сентября. Похороны Елизаветы Второй пройдут в Вестминстерском аббатстве. В полдень по всей стране. Будет объявлено двухминутное молчание. Траурные шествия пройдут в Лондоне и Виндзоре. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке пройдет служба, а королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI. Напомним, ранее сообщалось, что Букингемский дворец уже называет Чарльза новым королем Великобритании. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова